О, жжет прям вообще. Ужас как жжет. Ладно, давайте посмотрим. 150-е. Вот здесь выцветляется? Нет, периферия. Это центр. Всем привет, друзья, меня зовут Ники Макалин, и я нахожусь в путешествии в Узбекистане, как вы знаете. А может, вы не знаете, если вы подписаны на мой инстаграм или на мой влоговый канал, то вы, конечно же, в курсе. Но для тех, кто не в курсе, рассказываю. Я нахожусь в продолжительном путешествии в Узбекистане, в городе Ташкент. И вообще, я как бы не планировала здесь снимать видео с обзорами салонов красоты, вот. Но так как от вас поступает каждый день очень много просьб, чтобы я проверила, как здесь обустроена система красоты, сфера услуг и так далее, я сейчас высушу волосы, нанесу какой-нибудь легкий макияж и поеду к визажисту. Посмотрим, как она отреагирует, предложит ли мне что-то сделать с лицом или же не предложит. Ну, в общем-то, если вам интересна эта рубрика, и вообще, в принципе, если вам зайдет этот выпуск, то обязательно поставьте палец вверх, не забудьте, так я пойму, снимать ли мне еще обзоры салонов красоты. И обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны, а также подпишитесь на мой инстаграм, чтобы всегда быть в курсе всех новостей. Там я рассказываю про свои путешествия, про то, почему я сюда приехала вообще в принципе, почему я отсюда уехала когда-то и так далее. Очень много всего интересного вы пропустите, если не будете подписаны на мой инстаграм. А теперь погнать. Так вот, девушка, здравствуйте. Да, здравствуйте. Она сказала, что вы хотите макияж сделать, верно? Да, я сегодня хотела макияж, на праздник пойду. Вот хотела узнать, вы если до 7 работаете, я смогу приехать там, допустим, в 5 часов, успеем сделать вечерний яркий макияж? Да, 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 вот я хотела именно по этому пункту спросить. Ну, отлично, если я в 5 подъеду, нормально, да, будет? Ага. Вас как зовут? Меня зовут Вера. Сможете мне на этот план в Телепрайме скинуть примерно фотографию макияжа, которую вы хотите? Так, значит, ну примерно за 2 часа мы уложимся, да, сделать вечерний яркий макияж? Да, конечно. А по стоимости? Стоимость вечернего макияжа 150 тысяч. Ага, 150 тысяч, все отлично. Все туда входит, контуринг, тон, реснички полностью. Даже накладные ресницы входят? Конечно. А какие у вас? Кручковые. Ага, ну все, тогда я тогда сейчас на этот номер вам в Телеграм скину несколько примеров макияжа. Так, мне непонятно, мне нужно зайти вниз в подвал или же... Это наверху, наверху пивнушка. Видимо, у меня уже в подвал. Здравствуйте. 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 А я записала на макияж. Это камни. Валера, да? Пить что-нибудь, водичку можно? Водичку можно, да. Вы пока проходите прямо до конца и направо. Ага. Тут есть голубенькие, зеленые, такие желтенькие, розовенькие и вот... Ну давайте, какой выше смотрели, да, макияжа? Ну там есть разные техники, есть как Кризис. Если вы хотите, можете взять как Кризис. Если вы хотите, можете взять классическую технику. Просто там цвета разные, так и техника классическая. Ну вот такой фиолетовый, например, вы сможете сделать? Ну, таких точно цветов у меня нету. Но можно их, например, заменить на какие-то другие, да? Да. Все, значит, мы делаем что-то такое, да? Да. То есть, как Кризис, мы будем высветлять вам полностью века, вырисовывать его, как бы такое вот, и сверху делать тушевку розовым и фиолетовым, и стрелочку. Угу, хорошо. И ресницы, да? Ну и внизу тоже на нижнем веке что-то будет, да? Обязательно, и без нижнего века этот макияж смирится не будет сразу предупрежать. Просто некоторые девочки, они не любят делать нижнее веко, но это обязательно. При таком макияже, тем более. Я очень постараюсь, цветов постараюсь делать приблизительно похожее, но будет красиво. Угу, а мы с чего начнем? С глаз. Сейчас начнем я такой с ума. Потом начнем с глаз. Только вы не пугайтесь, потому что когда накрашены глаза без тона, это очень непонятно выглядит. Нет какой-то сформированной картинки. Потом мы сделаем вам тон, контуринг, наклеим реснички, и уже будет как бы сформированная картинка. Угу, то есть вы имеете в виду не оценивать макияж? Да, но будет красиво, глаза будут, если отдельно на них смотреть, то да, а если в целом смотреть, то будет странно. То есть глаза такие яркие, а все остальное, ну ничего не видно, непонятно. Вы хотите чуть-таки зачесанные, да, бровь? Я думаю, что под такой макияж нужно более насыщенные, графичные брови. А у вас сегодня мероприятие какое-то, день рождения? Да, день рождения. А свадебный макияж, он у вас чем-то отличается? Именно по косметике или по технике он отличается? Нет, столько по косметике, потому что там нужна стойка и аналка, потому что невеста, она обычно, ну целый день же ходит, и мне нужно фотосессию, чтобы тон держался максимально долго, там нужен очень плотный тональник. А у него сколько стоит? Приступитесь. У меня как бы косметика сейчас, которой я пользуюсь, там есть и какие-то люксовые бренды, полупрофессиональные, и масс-маркет, но это не Китай, это хорошая, ну как бы косметика. То есть у вас нет подделки, да? Частично я что-то беру, что я прям не могу, допустим, взять в бюджетный линию, я беру какую-то профессиональную косметику, а то, что в принципе можно обойтись, не переплачивая, я беру вот именно бюджетные, такие как Ян Собо, там Катрис, Микс, вот такие бренды. Закройте классно пока. Дышать можно. А что это такое? Это праймер. Да, праймер, он как бы прикрепляет себе макияж, делает его более стойким, и у него такой эффект сияния. Чтобы тональник в поры не забивал, такое нанесение было ровнее. Пока не открывайте, потому что консилер должен попитываться. Это консилер вы наносите? Да. А вы прямо с тюбика наносите? Угу, с кисточкой. Потому что если использовать, допустим, базу именно по тени, она в основном всегда такая жирная и скатывается. А еще я у вас в просе, по-моему, увидела антивозрастной макияж. Лифтинг макияж, да? Ну, это для взрослых женщин. Ну, лифтинг макияж, он делается только жидкими продукциями кремообразными, то есть там вообще нету сухих продуктов. Там исключается пудра, там исключается хайлайтер сухой, там все жидкое. Жидкие тени, жидкие румяные, жидкий этот контуринг, то есть полностью все на жидком. Потому что сухие, она будет подчеркивать сухость кожи, все такое, возрастные изменения. Розовый. У вас линза, да, по-моему? Да, линза. К этому цвету так розовое подходит прям вообще. Вы под музыку привыкли работать? Да. Ну, ничего вас не смущает? Ну, вообще смущает, просто немой вкус. Ну, да, я делаю. Спасибо. Это карандашная, да, техника? Да. Сейчас мы карандашом сначала начертим, потом будем пришивать уже тени. А вы такой макияж уже делали? Похожий. Я участвовала в марафоне у гора. Вы у нее учились? Я у нее на онлайн курс прохожу. Сейчас проходите? Да. Раньше тоже я училась, но не училась именно онлайн. Но выпустила. А вы так отреагировали на макияжи, когда я вам скинула фотографии? Просто у нас мало кто просит такой макияж. Обычно девочки приходят и просто обычный классический салонный идут. Это, например, какой салонный? Ну, просто какой-то коричневый там смоки или еще что-то. Просто какая-то тушевка. Какой-то светлый макияж. Я наоборот думала, что это домашний макияж. Можно самой там намазать. А это именно салонный, что вот там что-то цветное. Ну, то, чего сама не сможет сделать. И косметики, например, если дома нет такой. Ну, это у нас девочки не готовы к такому макияжу. Не все, конечно, но больше процентов, которые ходят в салон, они в основном просят обычно такой. Вот на свадьбах, может, вы видели, на узбекских? Ну, там у них же вообще тонно-тоналки, ресницы, у них там стрелки такие. Да, там все хорошо. А, вы имеете в виду цвета? По яркости, да, цвета. Цвета не вот такие, там серо-буро-малиновые, а коричневые, черные. А сколько, не секрет, если стоили курсы ЛГО? В онлайне? Ну, вот, которые вы проходите. 30 тысяч рублей. Это вот повышение квалификации или там с нуля? Повышение. У вас уже все, салон закрывается? Да. У нас есть время, да? Нет, мы еще сидим. Только начало шестовое. Мы еще с вами сидим. Не переживайте, это девочки, которые закончили, уважаемые. В основном все клиенты, которые есть, это с Инстаграма. То есть просто так они уже с улицы не приходят? Приходят, но это прям вообще какой-то минимум. А так все в основном даже на празднике, они смотрят в Инстаграме и потом, да? Да, либо с Арафаной радио работает, либо в интернете вот только. Просто в Инстаграме, а как можно? Там даже работ нет, например. Там толком нельзя посмотреть, заценить. Почему? Ну, мало что-то, я там не особо нашла на страничке. Ну, я согласна, с вами там мало работ, но если, допустим, мне напишите... Как вообще делать? Вы же через Топ Бьюти именно аккаунт, правильно? Да, просто там уже нельзя, допустим, найти вас. Да. Вот. И, например, если бы вы попросили, я бы вам скинула. Ну, а до вас-то добраться через аккаунт салона-то невозможно. Там же их номер стоит. Ну, да. Соответственно, работы тоже не посмотрите, правильно? Да. Ну, только если спросить, как бы, и... Спросить, а хорошо ли у вас красят? Да. Ну, все равно это такой, как бы, тонкий момент. Вообще, визаж, например, это очень тонко. Каждый человек, он себя привык видеть в каком-то одном образе. И, ну, как бы, есть люди, которые... Ну, вы имеете в виду, что к экспериментам не все готовы? Да. Есть люди, которые готовы и, как бы, спокойно реагируют, допустим, на какие-то новшества, изменения там. А вот этот салон ваш, он считается хорошим? Ну, то есть по... Не знаю, там... Я просто не очень разбираюсь в этом. По какой-то статистике, в смысле? Ну, или по каким-то критериям, там, допустим. Он считается, там, средним или же дешевым? Ну, если давать честную оценку, мне кажется, что он средний. Многие считают, что вот этот макияж, который мы сейчас с вами делаем, это какой-то статистический макияж, сценический макияж. Так, считаем. И делают его дороже. Хотя техника все то же самое, просто цвета яркие. А их сложнее наносить или же просто потому, что они редкие? Просто, да, их мало кто спрашивает. Не у всех визажистов есть такие цвета, как бы, в арсенале. Даже если в люксовый салон пойти? Нет, ну, в люксовом, скорее всего, будет. Ну, я надеюсь, вам понравится, что мы вам сделаем. А если не понравится? Ну, если не понравится, не знаю. Что-нибудь придумаем. А у вас такое уже было? Нет. Я не знаю, может быть, меня обманывали? Ну, если, допустим, клиенту не понравится не то, чтобы цвета, а вот, ну, о чем вы говорили, а именно, допустим... Выполнение, качество работы. Да. Ну, не знаю. У меня было такое, когда... Я же еще бровями занимаюсь. Да? Да. Вот. У меня было такое, когда не подошли брови. Это вы неправильно их нарисовали или что? Ну, просто есть такие моменты, когда клиент приходит и говорит, что, допустим, он хочет вот такой-то ширины, вот такой-то длины, вот такого цвета, ну, и, в принципе, говорит свои желания, озвучивает его. А есть клиенты, которые не озвучивают, они сами не знают, чего они хотят. Точнее, они знают, чего они хотят, но им сложно как бы выразить свои мысли. И в итоге получается, допустим, результат не тот, на который рассчитывала девушка. То есть это примерно, если бы вы мне сказали, что хотите, хотите, такой яркий макияж, в итоге я вам делаю нют, и вы мне говорите, это не то. Но она, типа, просто сказала, ладно. А если бы криво, допустим, нарисовали? Ну, если криво нарисую, то, конечно, это не та работа, за которую пришел человек. Конечно, он может просто не заплатить, если я нарисую криво. Но если работа будет выполнена некачественно, там, или еще что-то, если, ну, будут какие-то обоснованные, да, проблемы, потому что мы все люди. Такие моменты, мне кажется, бывают, просто нужно спокойно их лишить. Я поэтому надеюсь, что вам понравится. А вы меня чистыми кисточками пресите? А то я там у вас видела парочку грязных. Где? Там какие-то у вас уже были в цвете. Маленькие. Маленькие? Ну, не для лица, я имею в виду, а для глаз какие-то. Я их только что вот вытащила из полотенца, они все чистые, не переживайте. А, ну хорошо. Тем более сейчас коронавирус, вот они все чистенькие. Это вы утаптываете консилер? Да, он любит тепло, поэтому его кисточка, так, как сказать, не нанесешь ровно. Мы вам будем кройбок вырисовывать внутрь или нет? Там есть вообще, да? Там нету. Такую, не будем ее выдвинять. Вот сюда, я имею в виду, не надо. А вот здесь будем рисовать стрелочку. То есть здесь, получается, у нее форма глаза, она сюда идет? Угу. Фиолетовую мы будем делать или как? То есть вот здесь, да, пониже, или что мы будем делать? Ну, смотрите, я бы хотела вам сделать, допустим, так. Вот у нее идет стрелка, заканчивается вот здесь. Мы ее продолеваем. То есть вот здесь у нее все фиолетовая, у нас здесь будет черная. А фиолетовую нельзя сделать так же? Ну, мы ее чуть подтушуем. Фиолетовую? Да. Вот. Сделаем вам вот такое серебряное веко. Ну, не такого, мне глиттеров нет, но серебряные тени. И я спрашиваю, вот сюда сейчас уголочек мы выводим или нет? Ну, именно вот так, нет. Просто вот прокрасить здесь хорошо и все. А именно рисовать дополнительно что-то вот сюда, как у Жадя, не надо. Не надо, да? Хорошо. А у вас, кстати, есть какой-нибудь бальзам для губ, чтобы перед помадой? Там же матовая, по-моему, помада у нас, да? Угу. Там нюдовая такая. У меня тоже такая маска есть. Так, сейчас будем рисовать стрелочку. Можно будет немножечко растушевать стрелочку, допустим, фиолетовыми тенями. Если хотите, можно оставить такой уже графичный. А вам не кажется, что форма какая-то другая? Форма именно чего? Ну, форма вот этого глаза, ну, то есть верхней линии, чем на фотографии, нет? Ну, да, они немножко вообще по-другому получились. Я увлеклась, не посмотрела, и сейчас я посмотрела, там вообще она вниз идет, она как бы закругляет больше, а тут... Да, то есть там, получается, верхняя и нижняя, они как бы соединены. А здесь, получается, она своей жизнью живет, и стрелка своей жизнью, да? Мы, в принципе, можем немножко вот эту верхнюю тушевку вниз спустить, если хотите. Но есть вероятность, что получится грязь, да? Ну, не совсем. Или, пожалуйста, мы можем чуть-чуть растушевать вот эту черную сделку, фиолетовую, немножко. И как бы уголок у вас затемнится. Давайте, да, так. Так, да, сделаем? Окей. Потому что я сомневаюсь, что можно будет вот эту верхнюю сейчас опустить, да, как там? Ну, то есть закруглить вот так. Это, получается, здесь нужно будет до конца тоже довести, если как на картинке, да? То есть, получается, здесь вот так, здесь еще, а здесь уже затемнено, и получится такая, ну, полосатая радуга, да? Угу. Кисточкой выдвигали мою линзу туда. Это мицеллярка? Угу. А ее потом нормально на коже оставлять? Ну, вообще, ее смывают вот тоником. И просто тоник закончился. Вы же не будете завтра с этим макияжем ходить? А сейчас вы тогда чем будете смывать? Ну, я не буду. Нечем, да? Да, к сожалению, тоник мой закончился. Еще можно влажными салфетками, но там тоже не обычными, которые наверх. Давайте, закрыто. Там же можно дышать, закрывайте глаза, не бойтесь. А вы же сказали, что это праймер, а вы прямо на тени намазали, набрызгали. Ой, ну ничего страшного, его вообще можно использовать и во время, и до, и после, и вообще в течение дня, чтобы закреплял макияж. А оно прямо потекло, ничего это? Нет, нет, наоборот, зафиксирует. Это, как видите, праймер и фиксатор. Это просто гель алоэ. Я, конечно, сомневаюсь, что он увлажняет, но как бы он такой липкий, и к нему очень хорошо тоналка влепится. А тон сделайте стойкий, да, чтобы он не поплыл сейчас? Тон у меня от Катрис, он матовый эффект. А еще какой есть тон у вас? От коллагена и еще щель от Luminaire. Вам не кажется, что светлый тон? Светлый? Мы сейчас растушуем, посмотрим. Если что, можно еще потемнее добавить? Да я прямо на тигра похожа. А контуринг каким будем делать? Кремовыми текстурами? Сухими. Почему? Есть палетка от NYX, она мне очень нравится, у меня такое нанесение хорошее. А кремовые у вас есть? Они просто более, мне кажется, натуральнее смотрятся. Есть, но не знаю, лучше, мне кажется, все-таки вот кремовыми. Ой, сухими. Ну, у вас спонжик прям такой жесткий. Жесткий, да, знаю. Угу. Вот его намочила, такой. Мне кажется, он с розоватым оттенком. Не знаю, мне кажется, это от тени, это кажется, что он розовый. Но, в принципе, мне кажется, нормально, потому что все равно мы будем затемнять вам лобик, скулы. То есть, а вот эти вот, как бы, вот это, то, что в периферии находится, это обычно высветляется. Вот здесь высветляется? Нет, в периферии, а потом уже весь высотемняется. А, это центр периферии? Да, да, точно, точно. Ну, а то я не поняла, как это в периферии. В центре высветляется, хотя я бы добавила бы немножечко вот этого еще иллюминея, он потемнее, и там как раз-таки такой холодный потом идет. Не, у меня наоборот теплый. Оливковый, это же холодный. Теплый? Видите, он у вас жесткий, что вы аж бьете по лицу. Ой, больно? Нет, не больно, просто странно достаточно. У меня аж челюсть... Серьезно? Да. Старая, я что-то так уже привыкла, уже не обращая внимания. Я стараюсь челюсть сжимать, чтобы она у меня не двигалась в разные стороны. Просто, наверное, спонжик. Вы тоже спонжиком себе наносите макияж? Да, я поэтому сразу сказала, он у вас какой-то деревянный, нет? А пинцет, например, вы как обрабатываете? У нас есть ультразвуковая мойка. А сухожары нет? Сухожар есть, но я в основном не сухожарю пинцеты. Почему? Потому что мы не работаем же с грибками, мы не работаем... Например, вот раствор, он удаляет всё, туберкулез, он убивает гепатит, он убивает какие-то вот эти стажи спид. А, да? Удывает, да, именно раствор. А сухожар умывает грибок, потому что грибок умирает, не распадает при... ну, в воде. Вот, и как бы из того, что с грибком не работают, я, в принципе, могу сухожарить. Как мне объясняли, когда... как меня учили. А так, получается, вы в мойку заливаете, там, не знаю, какой раствор? Ну, вот этот специальный раствор. Аламинол, типа, да? Да, и там я не помню название, девочки сами покупают, она вот к нам маникюр сидит. И она там у вас в этой мойке сколько-то времени находится? Да, 20 минут лежит. Потом вы промываете водой? Да, проточной водой, потом он сушится в ультразвуке. У него что-то звуки в этой такой... Ультрафиолет. Ультрафиолет, да. Вообще, я не знаю, честно, вот меня как-то так вот учили, что сухожар он убивает в основном грибок. Я, насколько слышала, что жидкость, она убивает только до 70%, потому что даже спирт, он не может убить тот же самый спид. Ну, спирт, да. Вот, я имею в виду, что если эти... использовать растворы, там до 70%, гепатит, он точно, мне кажется, не убьёт. Потому что гепатит живучий. Вот это вообще всё объясняла девушку подолок. Вот, то, что почему, например, мастера по маникюру должны обязаны сухожарить. А она бровя мучит? Нет, она просто подолок, и она как бы разбирается, да, во всех вот этих вот стерилизациях, во всех болезнях. Это для меня странно, просто я обучалась на курсы маникюра я ходила, но обучалась не здесь. И для меня странно слышать, что раствор убивает всё, и тем более, если это ещё и подолок говорил. Она мне говорила, чтобы я, ну, мне не обязательно сухожарить, а им обязательно. Ну да, я имею в виду, что это же от него, получается, информация, что жидкость может убить всё, даже гепатит со спидом, да? Гепатит, туберкулез и спид, да. Гепатит, туберкулез, спид. Сейчас мы будем делать вам контуринг и прорисовывать с нижнего века. А вы сами где учились? В плане маникюра? Да. В Москве. Там вообще, да, супер делают? Ну, тоже зависит от мастера, от салона не зависит, зависит от мастера. А вы сами не продолжали в эту сферу? Нет, мне это, я так для себя, мне не очень интересно это. Этому стрелочку, да, продолжаем? Угу. И потом также будем её вниз тушевать с фириатурой розинки. Я думаю, может быть, всё-таки кремовую попробуем коррекцию сделать. Как хотите, давайте кремовую. Входу мы с вами не смотрим в этом кремовую коррекцию. Почему? А что такое? Могу найти свой этот жидкий консилер. Жидкий консилер? Корректор, корректор. Кремовый. Потеряли? Не знаю, нет, он был здесь. Может, украли? Да нет, здесь нет, это нет. Идёт и делать сухими. Слава вашим администратором. Что, корректор пропал у вас? Угу. Она будет разбираться, у вас камера есть? Ну, здесь внутри нет, там есть. И вы хотите посмотреть, кто заходил сюда, да? Не знаю, ну, просто это моя подруга, может, у неё вообще. Потому что здесь нет такого, что кто-то берёт чужие вещи. А у вас одна косметика на двоих, что ли, с подругой? Нет, просто на малю, может, на замоку раздет, не знаю. Но она не брала. А вы тени вместо румяна будете наносить? Угу. Тут просто такой цвет очень красивый. Но мне кажется, его не видно. Да, они такие, знаете, не сильно розовые, вот такой цвет. Они слишком коричневые, такой вот. Просто мне кажется, я люблю понасыщеннее румяна. Если их сделать насыщеннее, они будут рыжие, нет? Может, румяну всё-таки нанесём? У меня вот эта штука вместо румяна, к сожалению. Понятно. Тогда чуть-чуть понасыщеннее можно? А то румяна, они, как правило, съедаются потом через полчаса, и хуже как будто нет. Ну, и я люблю, когда... Поярче. Да. Хорошо. Хайлайтер вы любите? Да. А он у вас есть? Да. Губы там, у неё нюх, да, конкретные? Не знаю, нужно посмотреть. Матовые, по-моему. Мы вам делаем пуш-ап губы или такие, какие есть? С увеличением, за контур имеете в виду? Выхватим за контур. По естественной линии? Угу. Немножко, да, если что? Угу. А вы сейчас что наносите? Это просто блеск. Ну, он такой, помада. И сверху обычную вот помаду. А вы прям оттуда будете помаду? Ну, оно срезанное. Срезанное? Угу. А можно всё равно ещё чуть-чуть этот её, ну, как бы, потерять? А то мало ли. Так, с этим. Ну, вам как-нибудь крестички или вы хотите ленты? А у вас и то, и то есть? Угу. Угу. Что ещё осталось у нас? Только зафиксировать, закрепить макияж. Я хочу немножечко блестючек добавить. Малик. Какие-то за блестючки. Это, кстати, крестендёр. Чё, они у вас не в палетке, а как-то пробник какой-то. Рефил. Сломались, что ли? Нет, они так и продавались. Вот это меня с Москвы привезли. О, шикарное нанесение. А мы не будем водную линию подводить? Вы хотите, просто это зрительно уменьшает глазик. Я вот думаю, может быть, в фиолетовом там пройтись просто. В фиолетовым кратышом. По нижней линии, да? Да, просто если чёрный делает, то зрительно сужает глаз. Чё скажете? Давайте фиолетовым тогда. А там вообще на картинке что у нас? Ну, не помню, честно говоря, я... Ну, тут совсем по другому, конечно. Тут чёрный, по-моему-ка, я. Слушайте, а у нас, оказывается, внизу вообще чёрная. Теперь с фиолетовым делом. Да, там-то, ну, больше фиолетового, чёрного почти нет. А так получается почти всё чёрное, да? Нет, просто сейчас я только увидела в отражении. Ну, давайте тогда фиолетовым карандашом внизу. Угу. Тушь сначала, да? Угу. Наверх. Я просто когда наверх смотрю, у меня вот эта ресничка, она шикотит здесь. Ну, так вот кладет намного. Карандаш какой-то мятный, что ли? У нас лежит, куда попадает прямо. О, жжёт прямо вообще. А что это за карандаш? Да. Не может быть. Может, это клей? Ну-ка, закройте по глазу, давайте. Аж слёзы, знаете, как будто это-то мятный. Сейчас закройте по глазу, да? Угу. А вы его на слизисту уже наносили? Конечно, это же как каял. Это специально для глаз карандаш. А что это за карандаш? Можно посмотреть? Что-то у меня на него реакция, чтобы знать вообще на что. Какой-то дейвис-ай. Ужас, как жор. Ну, конечно, макияж вообще никакой фотографии, потому что я воспользуюсь только цветами. Я так особенно, что я не засматривалась и что-то от себя зарисовывала. Да, он вообще другой. Да. Ну, вам вот нравится? Я, да. А вам? Ну, вот когда вы говорили, что клиент может там что-то себя не узнать. Угу. У вас сейчас именно это и происходит? Да, я просто не думала, что будет именно чёрный вот здесь, как у фараона. Фараона. И потом ещё, знаете, чё? А вот здесь какое-нибудь зеркальце, чтобы я на себя смотрела. Так не переворачивайся. А мы увеличены? Угу. Вот вам кажется, ровно глаза накрашены? Вы ещё и уголки нарисовали. Хотя уголки решили не рисовать же. Серьёзно? Блин, я, наверное, забыла. И плюс, мне кажется, по форме разные глаза. Вот этот круглый. То есть, видите, этот прям вниз опущен. Увидели? Угу. Сейчас чуть-чуть надо будет растушевать и поднимем его. А здесь, получается, он более узкий. Угу. Да, тут как миндалька получилась. А по губам, мне кажется, какой-то рыжий карандаш или это помада. Что это? По контуру это карандаш, да? Угу. Он не сходится по цвету с помадой. Вам тоже так кажется? Ну, я обычно так крашу, как бы, как так учили меня. То, что контур, он должен быть немножечко такой насыщенней. Ну, именно вот на таких пупках, когда мы выводим чуть-чуть за контур. Видите, внутри как будто бы вообще помады нет. Это я специально так сделала, как амбре. Я вам в округе сделала карандаш, ну, потемнее, а именно посередине было светло. Вот мне кажется, что на глазах расстояние вот здесь вот, где вы вырисовывали именно светлым консилером, вот на этом глазу всё такое маленькое. Вот здесь вот прям буквально. Ну, если так даже рассчитать, полмэлемента, да? А вот здесь почти что сантиметра, вам не кажется? Да, пока вы не сказали вообще, было не за ним. А уголки глаз вы сами что скажете? Можем их стереть, если хотите. Ну, они просто не одинаковые. Вообще, во-первых, уголки я не хотела, чтобы вы их рисовали изначально. Я думала, это просто грязь, а вы потом её сотрёте. А это просто уголки, получается, вы нарисовали. Здесь вот видите, он сюда смотрит, а здесь он смотрит вот сюда. Вот, то есть уголки, я думаю, что мне не нужны вам ходить, поэтому я могу их убрать. Не знаю, почему я решила, что вам нужны уголки. А губы что-нибудь с ними сможем сделать? Например, что? Нет, вот вы вышли за контур, и вот здесь уже даже усы закрашены. Вам нравится? Ну, просто кому-то нравится, когда за контур входят. Поэтому я спросила, мы выходим за контур или нет? По естественной форме. Вам нравится? Да, ну вам. Ну, вообще, в целом, по работе меня смутило, что вы нарисовали то, что я не просила. Контур, я сказала, за естественный. Ну, не выходить по-естественному. Накрасить вы в итоге вышли. Потом по поводу глаз. То есть уголки нарисовали, хотя решили не рисовать. Потом здесь чёрные. Увлеклись настолько, что всё чёрное. Даже если мы заменили здесь фиолетовый на розовый цвет, всё-таки больше, я думаю, должно быть розового цвета, как на фотографии, а не фараон. Контуринг я всё-таки хотела кремовый, потому что... Вот этот, он по цвету, мне кажется, не подходит. Вам, кажется, подходит? Мне кажется, что он слишком серый. То есть я бы не сказала, что прям всё мне не понравилось. Нет. Брови достаточно неплохо сделаны. То есть брови мне понравились. А вот глаза вот здесь, получается, уже грязь. Если смывать, то смывать полностью. А вот просто уголочки, здесь уже, видите, ну и серая такая вот грязь получилась. Ну да, там чуть-чуть с уголочками и что-то я вообще не прошла. Ну, вы свой макияж оценили на сколько? Не знаю. Ну, знаете, если так смотреть в целом на образ, мне нравится. Но если к каким-то деталям, конечно, присматриваться, есть моменты, которые я бы хотела бы исключить, например. То есть человек, который не разбирается, или человек, который не приглядывается там на какие-то отдельные фрагменты, а чисто смотрит в целом. То есть даже если я сейчас вот поеду, и напротив меня будет сидеть там молодой человек какой-нибудь, и на меня будет смотреть, это будет, ну, нелепо, если я буду с ним разговаривать вот так вот. А я какой-то молодой человек. Ладно, давайте постой. Я тогда плачу уже, и время оттуда, и мне нужно бежать. Хорошо. А можно будет просто фотографировать? Да, конечно, можно. 150, да? Угу. Ты смотрела? И вот эта дверь с правой стороны. Ага. Итак, я приехала домой, буквально 10 минут я ехала в такси. Даже несмотря на то, что она пыталась все переделать, вот здесь все равно криво накрашены губы. И вот здесь вот прям отчетливо видно, это грязь. Это грязь, которую она пыталась стереть, эти уголки. Сам макияж это совершенно не то, что я просила. Я решила это добавить, я решила то добавить. Она у меня спрашивает, нужно ли рисовать внутренние уголки, я ей говорю нет. Она их нарисовала. Она у меня спрашивала, нужно ли выходить за контур, я сказала по естественному контуру. Она все равно вышла. Смысла не было вообще мне что-либо говорить, потому что она сделала макияж, который она хотела. Губы она нарисовала. Эти карандаш у нее из фикс прайса, мистаис, он оранжевый. По качеству исполнения макияжа, до момента, когда она начала мне черным рисовать вот нижний век, все было окей. Вы, наверное, у меня спросите, зачем я заплатила тогда ей? Вы сами слышали ее разговор, она говорит, что либо там можно не платить, либо скидку, либо это. Я до последнего тянула, думала, что я спрашивала у нее. Она говорит, да, согласна, говорит, я сделала не тот макияж. Она все свои ошибки признала, но скидку она никакой так и не предоставила. То есть для нее было важно чисто срубить бабла. По длительности, значит, я туда приехала на 10 минут раньше, у меня была запись на 5 часов. То есть до 7 часов работает как бы салон. Я спросила, ну, вы сами слышали, успеем ли мы сделать за 2 часа? В итоге я там сидела ровно 3 часа. То есть если я сейчас куда-то собиралась бы по-настоящему, я уже на целый час опоздала. Что касается гигиены. Этот спонжик у нее лежал вот прямо на столе. Потом она им опять меня трет. В итоге какая-то женщина пришла там, ключ ей дала. Она взяла эти ключи, положила на стол, где лежали кисточки для макияжа, которыми она красила глаза. Кисточки по всему столу просто валялись. Прямо на столе, на котором телефон, ключи. Плюс ко всем мне не понравилось, что визажист руку ставит мне вот так вот на лицо. У меня уже был один в жизни такой визажист, которая вот думала, что мое лицо это тетрадный лист, да? А сидела, у меня не было возможности даже посмотреть на себя в зеркало. Я когда у нее попросила зеркало, она говорит, не переворачивайте, я не поняла в чем дело. Акацина мне дала разбитое зеркало. Вы просите нанести румяны? Румян просто нет. Вы просите сделать коррекцию лица? Корректора нет. В общем, пишите внизу в комментариях, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, смотрите предыдущие выпуски, если вы их пропустили. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы быть в курсе всех новостей. И увидимся с вами уже в новом видео. Всем удачи, всем пока-пока. И напишите еще, заплатили ли вы бы за такой макияж или нет.